Эй, Марина, Света, Наташа, Гульфия, Байра, Гульчата, Нами Рисхима, Света, Маруся и так далее. Что делать, когда у вас так много партнеров и вы не можете определиться? И не важно, вы мужчина или женщина? Как быть? Это вопрос, который я хочу сегодня с вами обсудить, друзья. Здравия, намасте! С вами Руслан Мудрый Воронцов, Академия Отношений Веда Дом и тренинг-центр Green Mind Life. На берегу Индийского океана приходят новые подсказки, которыми я хочу с вами поделиться. У нас был вопрос, который поступил в наш чат Веда Дом. И вопрос был следующий. Что делать, если я нахожусь в отношениях с молодым человеком, но меня терзают сомнения, а вдруг я кого-то могу встретить лучшего? То есть девушка находится в отношениях с парнем, и она говорит, что я не могу полностью посвятить себя этим отношениям, потому что мне кажется, что есть где-то человек получше. Ну а вдруг я встречу где-то кого-то лучше? Как быть в этой ситуации? Знакомая ситуация, наверное, да, друзья? Многим из нас. Как быть в этом случае? Действительно, такое часто происходит. То есть ты вроде в отношениях, но тебя терзает сомнение, а что, если есть где-то лучше? Особенно, когда ты думаешь о том, что выйду замуж, женюсь, и что тогда делать. Особенно для нас, мужчин, потому что для мужчин очень важна свобода, и потерять свободу, которую он готов пожертвовать, ради своего единственного человечка, это очень значимый шаг, верно, в нашей жизни. И как определиться, что именно этот человек является твоим человеком? Что именно с этим человечком ты готов идти дальше до конца? Ответ на этот вопрос у нас в отдельном видео. Смотри на нашем канале Веда Дом. Телеграм, excuse me, в YouTube Веда Дом. У нас есть такой вопрос. Как выбрать партнера на всю оставшую жизнь? Такая тема наберите, пожалуйста. Но сейчас давайте посмотрим именно такой ситуации, когда вы находитесь в отношениях с партнером, они у вас эксклюзивные отношения, но в то же время как бы вы еще метаетесь, то есть вы не можете себя полностью посвятить тому человеку, потому что думаете, эй, а вдруг где-то кто-то будет лучше. И что получается? В процессе вы вроде как в эксклюзивных отношениях находитесь, но в то же время ваш мозг, ваш ум метается. То есть вы где-то ходите на улице, неважно, парень вы или девушка, это с кем угодно происходит, с парнем или с девушкой. И вы находитесь на улице за пределами пространства вашего партнера. И вы уже сразу выходите, как будто вы single, you are not a couple, как будто вы один, вы уже не в отношениях. То есть обратите внимание, если вы себя ведете так, что вы нашел, сижу здесь на проходе, а лестница с гор, я чтобы вот нашел тенечко, такое место, место такое хорошее здесь. После тренировки вдохновения хочу сам поделиться. обратите внимание, если вы выходите в мир, ходите на улицу, и вы себя ведете так, как будто вы без пары, то есть это что значит? Значит, вы хотите понравиться, вы вертуете, вы смотрите по сторонам, на потенциального партнера, в общем, ищите потенциального партнера, несмотря на то, что у вас уже вроде бы партнер есть. Ну, и не как вроде бы вы с партнером, да, вы вроде бы в отношениях, и вы в отношениях, но физически вы в отношениях, но ваш ум все еще мечется, он мечется, и он не понимает, бедняга, что же ему делать, как мне быть, вот все-таки, у вас где-то есть, наверное, лучший вариант, я вот сейчас вот пойду сюда полностью, а что потом делать? А подвернется лучший вариант, что потом буду делать? Локти кусать? Ну, а для мужчин немножко другая философия, типа, вот, блин, я же хочу лучшую женщину, вот с этой сейчас свяжусь, а потом потеряю возможность с другой общаться, там и получше вариант, может быть. Окей? Ну, в общем, как быть в этой ситуации? Как быть в этой ситуации? И ситуация действительно, действительно интересная, и она имеет место быть, потому что так происходит, в общем-то, как техники всегда будет какая-то новая модель телефона, новая модель машины, но никогда не будет последней модели, которую вы купили себе, и скажете, окей, все, я теперь эту модель, и буду с ней на все остаться в жизнь, больше обновлять не буду. Это другой вариант, да, то есть отношения и вот такое сравнение, оно не подходит. Но есть аналоги, которые можно провести в следующем порядке. То есть поскольку вы хотите выбрать лучшего человека, и этот лучший человек будет для вас лучшим на сегодняшний момент, верно? Ну, завтра уже будут другие ваши, у вас будут другие ценности, другие интересы, и, в общем-то, человек уже тоже, может быть, захочется вам другого иметь. Вот чтобы такого не было, вот чтобы такого не было ситуации, что вот ты думаешь, окей, сегодня нам хорошо, а завтра уже будет плохо, надо другого человека с другими ценностями. Для этого и нужно развиваться вместе. Для этого нужно развиваться вместе. То есть вы, как вот те альпинисты, которые вот имеют сам минимальный набор, да, вот вы самого минимального опыта значили оба. У каждого есть свой минимальный набор. Вот умеете ходить, умеете рюкзак нести, в палатке ночевать и двигаться по снегу. Нашли такого же партнера, которому с вами интересно. И все остальное вы уже развиваетесь вместе. То есть вы не будете оставать. Вы вместе развиваетесь. Тогда у вас не будет такого, что окей, уже ты устарела, подруга, давай-ка менять на новую модель, потому что с тобой мне уже неинтересно. Вчера я был только начинающий, сегодня я уже продвинутый, а ты такая осталась начинающая. И мне с тобой неинтересно. Потому что такого не было, здесь и нужно развиваться вместе. Вместе, вместе. Тогда будет все хорошо. Но это уже следующий этап после того, когда вы выбрали человека, с которого вы вышли замуж или женились. А до этого мы сейчас с вами говорили о том, как быть, когда ты находишься в эксклюзивных отношениях, но твой ум все еще мечется, мечется и хочет найти что-то лучшее, лучшее, боится себя ограничить тем, что сейчас прибежусь к этому партнеру, а вот там Вася проходит, или там Маша вот такая хорошая, а я ее пропущу, потому что я сейчас вот вроде в этих отношениях. Что делать? И моя подсказка, вам следующее, долго не оживать, когда вы находитесь в эксклюзивных отношениях, это значит, что вы прошли этап выбора, знакомства и выбора, и вы сейчас из тех, кого выбрали, там три человека, пять, десять человек, вы из них смотрите того, кто сегодня, с кем вы останетесь дальше, с кем вы пойдете под венец. И вот выбрали лучшего из лучшего, и вот позвольте себе сейчас, в это время, когда вы выбрали лучшего из лучшего, позвольте себе полностью посвятить себя в отношениях с этим человеком, для того, чтобы узнать, насколько действительно это самый лучший человек для вас. То есть вы, всех остальных, которые у вас есть потенциальные там, списочки людей, или те, которые могут встретиться вам на улице, вы говорите, а в общем-то, сейчас не время, у меня сейчас нет возможности всех изучать, поэтому я буду сейчас сосредоточен только вот с этим Васей, с которым я сейчас вот здесь, в этих эксклюзивных отношениях. И позвольте инвестировать свое время в отношения с этим Васей, с этим партнером, для того, чтобы быстро узнать его, как можно быстрее, узнать, насколько вы имеете совместимость и способны идти дальше под помовку и венчание. Окей, то есть не распыляйтесь, скажите друг другу, окей, вот сейчас я хочу, сейчас очень важные слова, чтобы не метаться, чтобы не метаться, ты говоришь себе, окей, я выделяю себе, например, вот три месяца, для того, чтобы узнать этого человека эксклюзивно, вот я только с ним общаюсь и хочу полностью узнать максимально, подходим ли мы друг к другу, для того, чтобы скроть отношения дальше. И, естественно, для того, чтобы эффективно использовать эти три месяца, отведенные вам самостоятельно, вам нужно отмести все остальное, больше никого нету вокруг вас, никто не существует, вы полностью посвящаете себя этому человеку, зная, что если он не пройдет, если вы не понравитесь друг другу, чтобы идти дальше, на следующий этап, тогда у вас есть запасные варианты, и тогда вы сможете двигаться дальше. Но на этот момент, пока вы в эксклюзивных отношениях, все остальные для вас просто не существуют. Это выгодно для вас, не потому что я упущу там Машу, Васю, там Машу, Васю, упущу там Машу, упущу Соню, Свету упущу, гоняясь за другими неопознанными объектами, синицами, ты упустишь журавля, который ты имеешь, или же гоняясь за журавлями в небе, ты упустишь синицу, которая у тебя уже здесь, сидит с тобой, потому что этот человечек уже здесь. Там еще неопознанно, а здесь ты уже в эксклюзивных отношениях, ты уже с этим человеком прошел этап знакомства, выбора, ты уже с ним в эксклюзивных отношениях, то есть ты уже его знаешь в большей степени, чем те, которые новые люди, появляются в твоем горизонте. Позволь себе полностью посвятить вот этим отношениям, для того, чтобы ты мог полностью узнать этого человека. И когда ты все узнаешь, тогда уже и делай выводы, быть с ним или двигаться дальше. Окей? Ну, а те люди, которые пока в ожидании, с которыми вы, в списочке вас там отобранных, вы им говорите, что вы уехали в командировку, например, в Индию, или на Бали, или в США, не знаю, куда угодно, вы уехали, или вы в Work and Travel поехали, где-то у вас какая-то геологическая экспедиция, что угодно. То есть вы путешествуете, вас сейчас нет. Окей? Пытаюсь картинку попоймать здесь. Вы путешествуете, вас нет. Это для того, чтобы, ну, на вариант, в случае, если вот с этим человеком, с которым вы сейчас в эксклюзивных отношениях, а если вы друг другу не понравитесь, тогда у вас еще есть запасные варианты, вы дальше по списку начнете их проверять. Но на этот момент, еще раз, друзья, очень важно, на этот момент, пока вы с этим Васей, с этой Машей, вы существуете только друг для друга, больше никого нет для вас, вы тогда сможете четко понять, ваш это человек или нет. Если же вы будете метаться, вот вы вроде бы в эксклюзивных отношениях, в то же время мечетесь там, на улицу пошла, хочу понравиться всем, я же еще не замужем, еще помовки нету, да-да-да, ну, тогда у тебя никогда помовки не будет, дорогая, если будешь себя так вести. Поэтому на момент эксклюзивных отношениях все остальные забыли, никого нету, мы здесь и сейчас, полностью посвящаясь этим отношениям, и по окончании эксклюзивных отношений, которые вы себе определили, сколько время это будет биться, вы делаете выбор, вы идете дальше с этим партнером, либо вы идете по списку дальше, кто там у вас еще из отобранных кандидатов, окей? Ну вот, друзья, вот это откровение, которое я хотел с вами поделиться, не претендуемость на последней станции, как всегда, это только мое видение, пришло мне откровение, и я с вами поделюсь, друзья, ваше исправление, дополнение, пожелание, добро пожаловать в наш канал Веда Дом на YouTube и Telegram. Делитесь, как у вас это происходит, когда вы вот в отношениях, как вы поступаете, вот вы вроде в своих отношениях имеете отношения, вот только начались, например, только отношения, не метается ли ваш ум, как ваш ум думает, не выходите ли вы на улицу и с тем состоянием, что вот, а, может, это новый подвернется сегодня, еще так, про запас, кошелек туда, в кошелочку положу на всякий случай, и вы одновременно пытаетесь поддерживать отношения тех, которых вы сейчас начали, и вы как бы эти какие-то новые отношения ищете. Поделитесь, друзья, как это у вас происходит, как вы себя посвящаете полностью вот партнеру, с которым вы сейчас в отношениях, как вы это делаете, делитесь с нами, друзья, расширяйте вместе с нами пространство знаний, радости и счастья. Благодарю, друзья, всем любви и радости. Живите в благости, с вами Рослав Мудрый Воронцов, Академия семейных отношений Веда, Дум и Тенинг-центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты тоже знаешь, ты можешь это сделать. Делай это вместе с нами, наслаждайся жизнью. Ну, а мы, New Lifestyle Creators, путешествуем по миру и ищем новые возможности радоваться жизни, как улучшать нашу жизнь новыми знаниями. И делимся с вами. Намасте, друзья. Намасте.